Крым В сегодняшнем выпуске нашей передачи мы с вами продолжим путешествие за пределами Крымского полуострова, побывшим материковым владением Крымского ханства. Как известно, территория ханской державы охватывала не только сам полуостров, но и обширные степи к северу от Черного и Азовского морей. И если в прошлой передаче я рассказывал о крепостях, которые Менглигерайхан основал на Днепровских берегах, то сегодня на очереди следующий рубеж бывших ханских владений – территории от Днепра до Днестра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Херсонщине, Николаевщине и Одессчине до сих пор сохранилось немало тюркских топонимов, таких как реки Чичиклея, Ташлык, Еланчик, села Тузлы, Керменчик, Акмечеть и тому подобных. Это топонимическое наследие берет свое начало во временах даже более ранних, чем эпоха Крымского ханства. Ведь на этих землях свыше тысячи лет проживали тюркские народы, начиная с Булгар, Хазар, Печенегов и Копчаков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помимо тюркской топонимики, культура Копчаков оставила в этих краях и еще одну память о себе – каменные статуи, известные также под названием половецких баб или балбалов. Вплоть до начала XX века на равнинах Крыма и Южной Украины можно было видеть многие сотни подобных сооружений – земляных курганов с каменной статуей на вершине. Эти курганы служили погребальными холмами, а статуи на них изображали умерших предков, культ которых был распространен у Копчаков. Память об этих древних обитателях степей была жива в Крымском ханстве, где, как и на всем Ближнем Востоке, весь равнинный простор от Дуная до Иртыша называли Дэшт и Копчак, то есть Копчакской степью. В Золотоордынскую эпоху причерноморские степи были населены весьма густо. Между Днепром и Днестром стояло не менее семи ордынских городов. Но когда Золотая Орда рухнула из-за внутренних усобиц, край, опустошенный битвами враждующих ханов, запустел. Среди равнин остались разваленные крепостей, мечети, мавзолеев и дворцов, но даже во времена Крымского ханства уже никто не помнил, что это были заселения и как они назывались прежде. Вот один из таких семи опустевших ордынских городов – крепость Балыклей над рекой Чичаклея. Здесь, на высоком мысу над рекой, еще на заре Средневековья, существовало годское поселение, а в ордынские времена на его месте построили крепость. Менгли-Герай застал эту крепость уже давно заброшенной. По-видимому, хан хотел восстановить это укрепление и сделать его одним из своих важных форпостов на дальних северных рубежах страны. Ведь здесь была обнаружена уникальная находка – остатки ханского монетного двора. На Балыклейском городище найдено множество крымских серебряных акче, а главное – разрубленные куски толстой серебряной проволоки, то есть заготовки для чеканки монет. Подобных заготовок до сих пор не удавалось найти даже в самом Крыму. На обнаруженных в Балыклее монетах от Чиканина имя Менгли-Герайя, а в качестве места выпуска указана тогдашняя столица крымского ханства – Кыркьер. На протяжении веков люди называли причерноморские степи по-разному. Дэшт и Кыпчак, Хейхат, Дикая степь, а угол равнин между Днепром и Днестром именовался Ози-Кыр, или Очаковской степью. Но в итоге на старинных картах прочно закрепилось другое его наименование – Хегисан. Это название пришло сюда вместе с новой волной переселенцев – многочисленным и могущественным Ногайским родом – Хегисан. До того, как поселиться здесь, этот род кочевал далеко в Прикаспийских степях, за Волгой. Вместе с многими другими родами Хегисан входил в независимое государство ворских Ногайцев – Большую Ногайскую Орду. Прежде она обладала очень серьезной силой, но затем ослабела, попала под власть Москвы, а в начале XVII века на Волгу пришло монгольское племя калмыков. Калмыки оказались настолько грозными противниками, что противостоять им не смогли даже столь бесстрашные воины, как Ногайцы. Потому десятки тысяч Ногайцев потянулись с Волги в степные владения крымских ханов. Поток беженцев продолжался много лет, и за это время на Крымскую территорию прибыло свыше полутора ста тысяч человек. Крымские ханы охотно приняли в своих владениях столь обильный приток новых подданных. Ханы расселили беженцев на северных рубежах своей державы и разделили степные просторы между отдельными Ногайскими ордами. Джамбойлукскую орду поселили у Перекопа, Едичкульскую – к востоку от Днепра, а Едисанскую – между Днепром и Днестром. Ханы позволили ордам сохранять самоуправление и лишь назначили в каждую орду своих наместников. Пост ханских наместников в Ногайских ордах назывался Сераскер, и на такую должность обычно назначался сын или брат правящего хана. Переселенцы с Волги сильно отличались от крымских Ногайцев, издавна проживавших на полуострове. Волжские Ногайцы были гораздо более приспособлены к кочевью вслед за своими стадами в поисках свежих пазбищ. Их основным жилищем были не саманные дома, как в Гезлевских степях, а войлочные юрты, которые в случае нужды можно было поставить на колеса. Едесанцы владели несметными стадами коров, овец и лошадей, но резали скот на мясо нечасто, позволяя это себе лишь по праздникам. А ежедневной их пищей были разнообразнейшие продукты из молока и крупы. Французский дипломат, проезжавший через Едесан на пути к Бочесарайскому двору, описал традиционное блюдо, которым его угощали на ночлеге в Ногайском становище. Повар, писал он, принес железный чайник, наполненный кобыльем молоком, всыпал туда муки из жареного проса, добавил несколько шариков твердого сушеного сыра и варил, помешивая, пока это все не превратилось в густую белую массу. Он разлил ее из носика по порциям, и иностранный гость, привыкший к изысканной французской кухне, нашел это кушанье весьма приятным на вкус. Главным занятием едесанцев было скотоводство, но они также прекрасно умели и возделывать поля. Ногайцы засевали просом и очменем обширные участки степи, уходили кочевать со своими стадами, а через несколько месяцев возвращались, чтобы собрать урожай. А на зиму, когда овец загоняли в кашары, кибитки собирались в каком-нибудь защищенном от ветра месте, и там возникал поселок. Самым крупным и благоустроенным поселком был тот, где проживал глава Орды, носивший титул Баш-Мирза. Его ставка служила также резиденцией и для ханского наместника. Одна из таких ставок, называвшаяся Хан-Туран, находилась в самом центре Едесана, возле лимана Телегул. Сироскер имел здесь, на Телегуле, собственный двор, устроенный по образцу ханского. При сироскерском дворе находились отдельный визирь и судья. Сироскер осуществлял правосудие, собирал с Едесана налог в пользу ханской казны, а также командовал Ордою, когда хан приглашал едесанцев в военный поход. На должности едесанского сироскера побывали многие представители ханского рода. Среди них выделяется имя Саида Герая, который начальствовал над Едесаном в 1750-х годах в правление своего брата Халима Герай-хана. Саид Герай, выросший в Турции, был высокообразованным и очень искусным стихотворцем. Жизнь в нагайских кочевьях с их суровыми зимами и простым бытом оказалась непривычна для принца-поэта. Но, к своей радости, на этом далеком пограничье Саид Герай не остался лишенным привычного ему общества мудрецов и ученых. Ведь среди едесанской знати и духовенства оказалось немало образованных людей, с которыми Саид Герай на досуге вел долгие беседы. Сироскер даже взялся за создание исторического труда, описывая едесан и происходившие там события. Все изменилось, когда умер Сироскер в соседней Буджакской орде. Вопреки советам сведущих людей, престарелый хан Халим Герай прислал на его место из Бахчисарая своего сына Саадета, человека надменного и жестокого. Молодой Сироскер стал упиваться властью, казня и правых, и виноватых. А когда он начал изымать у нагайцев их последние запасы зерна, против ханского сына взбунтовалась вся степь. Бунт перебросился с Буджака на едесан, и даже ни в чем не повинному Сироскеру Саиду Гераю пришлось оставить свой пост и удалиться в Турцию. Хан Халим Герай, узнав об этом, повелел собирать войско для того, чтобы жестоко покарать взбунтовавшихся нагайцев. Но тут в дело вмешался другой ханский родич – Крым Герай. Он прибыл из Турции в степи, собрал вокруг себя огромное войско в 150 тысяч человек и намекнул турецкому султану, что если тот не отправит Халима Герая в отставку, то мятежная армия может подступить к самому Стамбулу. Чтобы прекратить бунт, султан назначил ханом самого Крыма Герая. Таким образом, с прямой помощью едесанцев в 1758 году началось правление этого одного из наиболее выдающихся крымских правителей.